Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Баунти Трейн, и в прошлой серии мы подзаработали немного деньжат. Я думаю, теперь надо поехать через вот эти вот проехаться города, да, и открыть доступ к Вашингтону можно будет, попробовать к Цинциннати, и завернем потом в Детройт. На это у нас уйдет чуть больше тысячи баксов, но если у нас деньги, конечно, все это дело останутся, посмотрим. Давайте возьмем задание, здесь у нас есть на Цинциннати как раз, хоть нам и весь трюм забивает, но ладно, возьмем сразу. Мы могли, может быть, больше гораздо заработать, там просто какой-то продажи чего-нибудь, не знаю, по дороге чисто. Возьмем пассажиров в Бостон, и лапнем наших ребят, обязательно не забыть надо бы... О, медитация, прекрасно, и у Наоми тоже медитацию берем, все, прекрасно, всем медитацию. Теперь все наши бойцы точно лечатся, и это здорово, я думаю, даже ради такого дела можно и сохраниться. Вот, ну и поехали, поехали в Бостон, да. Негативные отношения, бандиты. Тут проблема в том, вот я вот эту миссию уже, ну не миссию, а эту серию перезаписываю, наверное, третий раз, и... Если я на них нападаю, то на меня вываливается снова 14 бандитов. 14 бандитов с винтовками, с пистолетами, достаточно серьезных. И опять я больше 6 человек, 7 убить не успеваю. И это печально, то есть я переигрывал уже несколько раз, и там, ну, никак. Поэтому мы попробуем от них убежать. Убежать, давайте газуем, наверное, будем ехать, ну, не на предельной скорости, наверное, вот как-то так. После поворота мы бустанем, конечно, наверное, я думаю, да. Или даже, может быть, сейчас не будем бустить, бустить, не будем. Так, Орина мы куда-нибудь сюда отправим. Эти ребята пусть будут здесь. Наоми, давай сюда. Все, гудим. Три лошади вокруг нас, как раз вокруг поезда. У нас есть шанс всех тут перестрелять. Вот тут надо, наверное, держать про запас людей вот где-то здесь сзади, да. Давайте парня в ближнем бою отправим нашего пассажира. Он вломит, я надеюсь, сейчас тут всем. Нам, походу, все равно надо всех тут назад вести. О, да-да-да-да-да-да, походу. Давайте, давайте все. Сейчас запинаем. Так, Орин, отходи немного. Наши ребята, они сами смогут позаботиться о себе, я думаю. Так, Орин, Орин, уходи. Так, давайте. Так, окружили. Все, давайте. Запинаем его, запинаем. Отлично. Почти отлично. Давайте сразу быстрым восстановлением Уолтера хильнем на тридцаточку. Так, и Уолтер, включай, наверное, свой дополнительный урон и вали вот этого гада. Вали его нафиг. Нам главное, чтобы Орин выжил. Так, дудим еще раз, потому что окружили снова. Может быть, Наоми пусть его полечит на всякий случай, мало ли. Сейчас опасно как-то будет, и мы тут, может, не справимся. Так, сколько там нам еще долго ехать, на самом деле. Поэтому, может быть, мы сейчас и ускоримся. А, там поворот еще один. Ладно, тогда не будем особо сильно ускоряться пока что. Давайте. Так, Томас, активируй пока свою неубиваемость. Не очень вовремя, конечно. Ну да ладно. Так, давай, убей его, убей. Убей, поезд, паровоз себе сам едет нормально. Так, вот это уже не очень круто. Мы можем еще разок будануть, конечно. Так, а где он делся на что? Эндрю, не, возвращайся, возвращайся. Не стесняйся. Так, пошли все Томаса, короче, защищать все дружненько. Во, кританул кто-то на пятнашечку, знатно так. Да, в принципе, нет, мы даже газовать не будем. Мы трое еще осталось. Так что нормально. Всего-навсего трое. Мы справимся без проблем. Так, Наоми, сколько у тебя еще на пятьдесят, на сорок шесть лечений осталось? Окей. Немного Уолтера подлечим на всякий случай. Так, давайте гуданем, наверное, чтобы эти ребята отстали. Уолтер через десять секунд сможет активировать свою мега-обилку убийственную. Ваншотящую просто всех и вся. Ну, давай, Наоми, добей его. Давай, Наоми, ты сможешь. Нам еще ехать, в принципе. Ну, один остался. Мы этого... О, вот он, вот он, вот он, этот один. Так. Орин, уходи, уходи. Бросай все и уходи. Наоми, тащи, короче. Все, пучком. Наоми всех затащила. Все, можно убирать скорость. Ух ты, дубина с наконечником. Ничего себе. Все получили опыта так не слабо, ну все, кроме Наоми, почему-то. Ну, да ладно. И самое главное, что мы справились и выжили. И сейчас, по идее, здоровыми будем уже. Ну, практически. На следующей станции будем все здоровыми. Так, хорошо. Чувак хоть и пострадал, и повоевал, но нормально доехал все-таки до Бостона, что самое главное. Так. Дальше. Давайте посмотрим в Филадельфию просится и в Вашингтон. Нам, по-моему, и туда, и туда по пути, да? Сначала Филадельфия у нас, а потом Нью-Йорк, Филадельфия и Вашингтон. Берем обоих. Я не против. Да. Забираем. Был еще один друг, а ты куда хотел? В Нью-Йорк. Ну, ладно. В Нью-Йорк далековно. В смысле, недалековато, а места уже нет. И денег с тебя мало. Так что, не суть. Так. Давайте посмотрим сейчас по оружию. Урон 11. Скорость 2. Лучше бы сразу ДПС был. Ну, кстати, вот эта дубина суровая такая. Давайте я вот себе возьму эту дубину. Пусть будет. Наоме дадим пистолет. У нас пистолетик есть, о котором я забыл. Нормальный такой, более-менее. И дадим гранату вот этому другу. У него сила качается потихонечку. Так, ну и надо в депо заглянуть. Тысяча нет. Такой нам не подходит паровоз. Поэтому мы едем дальше. Больше ничего здесь интересного нет. Что у нас по пути ждет? Неизвестно пока. Ну, да ладно. А у нас там лекарства. Все производится и производится. Так. Давайте посмотрим. За две тысячи я хочу какое-то подороже все же взять. Не хочу за две. За четыре, за пять бы вот взял бы с удовольствием в целом. Вот наш, кстати, горящий до сих пор тут стоит. Прикольно. Можно взять его, будет вернуть. Ну, места у нас нет. Поэтому едем дальше. Здесь ничего интересного не светит нам. Едем дальше. Будем надеяться, что по дороге в Филадельфию нас никто не потревожит. Теннесси отделилась. Так. По-моему, мы немножечко денег заработали только что. Ну, да, кстати. То есть, буквально там десяток долларов нет. Мне показалось. Может быть, мне показалось. Так. А, нет. Этот пассажир из-за того, что высадился, он нам больше денег, по идее, дать не должен был. Он нам сразу платит все. Вроде нет. Ладно. Следующая остановка у нас как раз в Вашингтон. О, за 3000, да? Давайте посмотрим. Сравним. Ну, вот то, что я говорил. Этот за 3000 у него... А что у него? У него такая же, по-моему, мощность, как и у того за 2. И грузоподъемность меньше. В чем тогда его прелесть? Не может потянуть большой вес. Ну, разве что потребляет мало угля. Ну, это такое. Это такое. Совсем такое. Ладно, поедем. Давайте посмотрим с Филадельфии, куда мы там едем. Да, Вашингтон покупаем. Открываем дорогу себе здесь и дорогу себе здесь, по-любому, в Цинцинадте. Больше денег тратить не будем. Там в Цинцинадте мы получим эпидемия. Блин, Цинцинадте полон беженцев. Здесь могли понадобиться наши лекарства. Но у нас нет возможности их туда привезти пока что. Но, может быть, как раз будет отличный повод нам туда съездить. Так, мы в Вашингтон. Давайте посмотрим. Может, кто-то еще хочет сгонять. Или в Цинцинадте. Может, вот в Цинцинадте друг едет. Забираем друга в Цинцинадте. И все, и поехали. Больше тут ловить нечего совершенно. Так, поехали. Торговец. Кто там? Но у нас нету ничего в любом случае. Если он нам что-то придет. Ну, давайте посмотрим. 9 свободных мест для груза, да. Тысячу могли бы заработать. Но, да. Нам немного не по пути. Так, хорошо. Бостон. А может, кстати, нам действительно дают просто не 100% денег, когда мы пассажира берем, а какую-то часть всего лишь. Мэрия. Мэрия. 7 тканей сюда просят привезти. Интересно. Почтовый офис. И банк. Так, хорошо. В депо у нас... За 5200. О-о-о-о. Хо-хо-хо. Вот это уже интересно, мне кажется. Чикаго Пионер. Хорошо сбалансированный локомотив. Он сочетает скорость Пионера и тяговую мощь Джона Була. Отличный выбор. Согласен. Отличный выбор. Беру вот все бабки, трачу на него и продаю наш... Оно, кстати, отремонтированное наш продается дороже, чем я предполагал. Да, продаем. Продаем. И теперь обновочка у нас. Вот хорошая обновочка, действительно. Еще тысяча у нас осталось даже. Давайте посмотрим эту тысячу. Мы можем... Мы себе теперь можем столько всего позволить. Ёлки-палки. Давайте мы загрузим. Ну, может, не столько прям всего, как хотелось бы. Давайте мы загрузим. Так, людей загрузили. Груз тоже загрузился. А, ну тут, хоть и груза нету, да, но по вместимости все пучком. Давайте тогда думать и смотреть, что мы можем сейчас себе позволить. На 8 слотов за 1600 на 10 слотов. Мы, кстати, можем просто продать вот этот вот вагон. Просто продать его за 400, да, он поломанный в любом случае. И взять вот этот вагон на десятку. И у нас будет... Плюс десятку можно еще апнуть, да, будет на 4, 14 слотов. Можно будет тянуть на этом вагончике. Такой апгрейдик будет у нас неплохой, наверное, да. Ну-ка, вот этот вагон, он просто бронированный. Да, легко бронированный вагон. Он меньше тянет, но зато будет гораздо дольше служить. Вот, слушайте, блин, может мы подождем, докупим вот этот уже? Сразу. Нам не хватит, да, если мы продаем? Не хватает немного. На 14, и вот можно еще на троечку апнуть. Ну, кстати, может там не по одному будет добавлять, да, может по несколько будет добавлять. Ну, такой уже вагончик, мне этот определенно нравится. Ну, ладно, пока нам, но не к спеху, да, денег немного оставим. Если вдруг там какие-то алмазы купить, драгоценности, да, то можно будет взять. Так, Питтсбург, нам не по пути. Атланта тоже не по пути. Ютика, тем более. Баффало не сегодня, друг. Исаак. Маккой. Расскажи о себе. Тоже торговец. Это нам пока не интересно. Ну, окей. Едем. Едем тогда из Вашингтона. Едем дальше в Цинцинати, наконец-то. Бам-бам-бам. Мы не доедем. Так, немного угля нам не хватает. Можно медленнее ехать, но можно и апгрейднуть немного наш тягач. Да? Ого. Ну, апгрейд такой, знаете ли, не кислый выходит. Ну, ладно, возьмем. За 200. Мы углем затарились, я надеюсь, да? Сколько у нас сейчас? Эй. О. 7,4 тонны. Только почему он сразу поехал, я, если честно, не понял. Блин. Ну, ладно. Я заплачу им. Я заплачу им. Да, сегодня явно их день. Тут, наверное, от даты зависит. Я уже полгода, кстати, потратил тут на всякую ерунду. Трое бандитов тут тусят. Ладно, ждем. Кстати, левелапчики. Врач. Врач, врач. Да, берем врача, наверное, по-любому. Тебе берем водителя. Подточив патроны или наконечники стрел, наносимый урон увеличивается. Ну, такое. Давайте возьмем, наверное, вот ему водителя будем качать, чтобы меньше урон поезду шел. На следующем, как бы, на следующем уровне будет уже на 20% уменьшаться урон. Так. Ну, давайте тогда смотреть, что, во-первых, здесь. Ну, туда смотреть нечего, на самом деле. Уже, ну, хороший тоже такой. За семерку. Весьма за десятку, конечно же, еще лучше. Я не знаю, это топовый или не топовый, но в любом случае, очень неплохой такой вот. Вот это надо было брать, конечно. Так, ладно. У нас все пассажиры вышли. Давайте смотреть, что по времени у нас получается, не получается еще. Да, отлично. Все у нас сложилось. Ждем тогда рассвета. Да. Заходим в мэрию. Сдаем алкоголь. И немного денег отбиваем за весь этот маршрут. Но нам, конечно, не хватило на все, что я планировал. В Бостоне аукцион. Блин, хлопковая плантация. Ну, ладно, такое. Так, теперь давайте смотреть, что у нас интересного здесь есть. В Чикаго. Три меха. Табак в Детройт. Сюда шесть меха просят. Я фига знаю, где там мех искать пока что. В Нью-Йорк. В Монтгомери. В Джексон. В Бостон. Этан. Простите, что беспокою, но вдруг вы видели этого джентльмена. Он из беглых рабов. Зовут Элли. Показать фото. То есть цвет моей кожи намекнул вам, что именно я знаю, где прячутся все белые темнокожие. Да я у всех спрашиваю. Этого Элли ищет жена и безутешно рыдает. Белый мужчина проделал такой долгий путь, чтобы просто так найти черного. Вот уже не думал, что такое увижу. Я не знаю никакого Элли, но видел множество черных в Луизвилл. Спасибо. Так, ну хорошо. Луизвилл, Луизвилл. Так, давайте посмотрим, какие у нас тут есть варианты. Из Цинциннати мы можем, конечно, махнуть в Детройт. Нам хватит на разблокировку пути. Но если по дороге меня встретят индейцы, то будет грустно немного. А из Детройта можно будет... А что из Детройта может быть? А я не знаю, что из Детройта. У нас тут вариантов как бы в Бостон. По обратному пути поехать, да? Через Бостон и... Нью-Йорк. Ну давайте, наверное, так и поедем. Через Бостон и Нью-Йорк. А потом уже завернем через Детройт. Как раз, да, наверное, как-то так и сделаем. Давайте посмотрим, что тут с рынком. Инструменты дешевые. Мы, кстати, теперь можем загрузиться инструментами по полной программе, наконец-то. В кои-то веки. И мы едем... Куда мы едем? Нет, не в Детройт. Подожди. В Вашингтон. Ой, там вообще копейки инструменты. Подожди, это не инструменты. Я вечно забываю переключиться, а потом такой сижу. Думаю, что происходит с этими ценами. В Вашингтон у нас следующий по курсу, по-моему, да? Через Цинценати, по-моему, да. Ну, берем, берем. 273 мы получили. Ну и поехали. А, да, Вашингтон, все правильно. Я что-то на Ричмонт какой-то посмотрел. Все правильно, Вашингтон. Дальше. Нет, мы едем дальше. У нас полный трюм. Полный трюм. Трюм, трюм, трюм. И продаем... 560 баксов мы заработали чистыми. Неплохо, неплохо, весьма. Здесь хлопок... О, алкогольчик, алкогольчик. Давайте посмотрим. О, по 47. Красота, реально. Реально красотища. Беру. Беру. В Нью-Йорке можно его продать. Будет, ну, не так дорого, конечно. Но, в любом случае, в два раза дороже минимум. Да, можно еще дороже, конечно, продать, если дальше повести. Но мы еще заработаем 300-400 баксов дополнительных. И как раз в Нью-Йорке возьмем и... Да, наверное, поедем, в любом случае. Только по дороге у нас еще Филадельфия до Нью-Йорка. Оказалось, неожиданно. О, так. Ф-5 у нас не работает сейчас, да? Не работает. Ладно, тогда мы просто будем пытаться сбежать, потому что... Потому что... А, всего 7. Ну, ладно. Что поделать. Так. У, Исайя у нас стрелок. Отлично. Очень здорово. Наоми, давай, выходи, может, тоже куда-то сюда. И этот стрелок вообще обалдеть. Повезло, как с пассажирами. Давайте скорость немножечко побольше. Что, тормозим? Что мы тормозим? Я не понял. Я чего-то явно не понял, почему мы тормознули так неожиданно. Это что произошло? А, ну, в принципе, мы можем всех убить, и тогда все будет нормально в любом случае. Ладно, тогда надо... А, они не стреляют. У тебя в него нет оружия. Он хоть и стрелок, но у него оружия нет. Вот зараза. В ближнем бою они могут драться, так что... Да не надо тебе ремонтировать. Иди просто сюда. И ты иди сюда. Волтер. Волтер, Волтер, Волтер. Давай куда-нибудь пока что сюда, как и Томас. Куда-то сюда. Так. Вот этот дружок у нас активирует стан. И вламывает по полной программе. Он молодец. Он суровый рукопашник. Так. Кто у нас дальше? Вот, двое. По-прежнему здесь двое. Давай Томас тоже сюда. Всех ушатали. Может мы поедем? Хоть немного. Да что-то как-то все грустно. Когда мы не едем? Только на бустах таких и будем ехать или что? Ну, угля у нас полно. То есть мы не могли тормознуть из-за того, что у нас нет угля. Что происходит? Я что-то реально не понимаю в этой жизни. Ну да ладно. Может вы ближе подойдете? Нет? Нет? Вы так и будете издалека стрелять? Олени. Надо, надо этого вперед отправить и активировать ему непробиваемость. Так. Будем надеяться, что сейчас мы тут быстренько всех ушатаем. Так, ушатали уже. Давай следующий. Следующий. Так, что стоим? Я не понял. Вперед, ребята, вперед. Наоми тоже поли по нему. Так. Вот это мне уже не очень нравится. Как у тебя? О, прошла. Восстановилась обилочка. Все. Можно теперь тебя избивать. Пока ты просто тут отдыхаешь. Так, Уолтер, иди потуши пожар. Подгорает Уолтер, конечно. Знатно. Уолтер, не гори. Так. Давайте. Нам последний остался этот. И мы можем уезжать. Блин, жалко, что у них оружия нет. Чего же они так безоружные ездят? Было бы здорово. Если бы еще они постреливали. Все, расстрел такой на изи пошел. Но это было не сложно. Мы ищем пистолеты. Нож красивый. Нож, наверное, будет хороший у него урончик. Аптечка. И... Ну, мы дальше нормально проехали. И что происходит? Почему мы там так тормознули? Какие у нас проблемы? Я вот реально что-то не понимаю. Так, ладно. Что у нас? Алкогольчик мы привезли на продажу. Цены на алкогольчик такие себе. Посредственные довольно. В том же Нью-Йорке, да? Да, немного дороже выходит. Ладно, тогда мы просто поехали. Левелапнем вот этого товарища. И просто поехали. Силу ко столу. Критический шанс в ближнем бою. Но не весело. Наверное, все же. Давайте ему силу возьмем еще. ХП будет немного больше. Дорубить будет знатнее. Знатнее. Так. Шесть урон. Тоже шесть урон. Я даже не знаю. Даже не знаю. Тогда мы... Может, вот этому, кстати, дать? Он у нас на передовой такой стоит, да? Все остальные там сзади тусят. А я буду с ножом. А вот эту дубину дадим. А у этого и так дубина. Тогда эту дубину мы дадим даме. Дубину даме. Все. Готово. Еще, может быть, кому-нибудь аптечку. Вот этому другу дадим аптечку. Это у нас что? Сила? Ну, такое. Можно продать, наверное, будет. Так. Что дальше мы делаем? Что мы делаем дальше? С Филадельфии у нас Нью-Йорк, Бостон. Ну, ладно. Поехали в Нью-Йорк. Не будем, наверное, тратиться. Ну, и продавать, как бы, алкоголь здесь. Мы могли, конечно, что-то, может быть, тут купить в Филадельфии и продать еще раз в Нью-Йорке. Получить еще немного денег. А еще и цены могли тут поменяться давным-давно, да? Так что тут тоже такое. Те же деньги. Те же бабки. По-моему, да? Алкоголь. А, нет, кстати, это оружие вышло. Я не помню просто, сколько там было. Так, хорошо, этого доставили. Теперь этого друга надо в Бостон отвезти. Давайте посмотрим. В Бостон никто не едет случайно. Алкоголь предлагают в Ютику отвезти. 9 свободного места для груза, да? И мы можем это сделать запросто. И, ну, вот, и то, и другое не получится взять, конечно. Но, наверное, мы так и сделаем. Мы... Так, стоп, стоп, стоп. Возьмем... А, нету этого вагона. Блин, вот подстава. Ну, такой я не хочу брать. Я хочу тот взять большой за 1700. А, ладно. Ладно. Давайте посмотрим. В Баффало хочет. В Питтсбург. Портланд. В Цинцинадте хочет вернуться. У нас в Бостон едем. Через Бостон можно и до Баффало доехать. А ну, там, по-моему, и Питтсбург где-то. Надо себе карту этих городов оставить. Питтсбург у нас... А, вот Питтсбург. Нет, Питтсбург нам не по пути. А вот в Баффало, в принципе, через Ютику можно попробовать. Рвануть. Так что берем... Так, кого мы берем? Нет, на тебя берем. В Баффало, да. 140 баксиков. А, у него еще и багаж был. А, у него еще и... И тогда... Ну, давайте мы тогда, наверное, на 8 драгоценностей... Апнем все-таки наш вагончик до 8. 400... А, стоп, это продать, подождите. 200 за 200 баксов апнем. Ну, потом цена продажи у него вроде как возрастает. Ну, блин, не хочется, на самом деле. Какое-то такое... Ради 400 прибыли... Я, мне кажется, проще что-то куплю. Тот же вон табак. И продам его... Где? В Бостоне по дороге, да? Ну, нормально, че. И будет все отлично у нас. Дымящийся этот вагон у нас такой, блин, прям не знаю. А, вот, кстати, у нас что там? Хлопковая плантация? Нет. Мы не будем брать хлопковую плантацию. Боже мой, давайте 400 баксов заплатим им. Мы не хотим проблем. Вот прям честное слово, не надо. Надо с вами мириться. Высадили друга, которого везли сюда. Продаем табак. 150 бачинских получаем. Смотрим в депо на наличие большого вагона. Обламываемся. Видя только маленький. И едем дальше тогда. Смотрим, у нас место есть. В Кливленд, в Нью-Йорк. Нет, нам не по пути. И снова в Кливленд. Где нам Кливленд искать? Питтсбург, Сен-Сен-Ати, Индианаполис. Да непонятно, где там Кливленд этот. Короче, далеко. Нам явно не по пути. Ну да, в Ютику едем, значит. Дождемся, наверное, как у нас по времени там, Баффало. Шесть дней. Ага. Ладно, день тогда тратить не будем практически. Едем в Ютику. Ага, смотрите, мы один день всего лишь едем. До Баффало три дня. Ладно, тогда у нас скорости хватает, чтобы нормально мчаться. Раз такое дело, тогда посмотрим. Ну вот, шесть мехов Баффало. Двести баксов получим. Уже приятно. Все, поехали. Все с углем, все нормально. Я вот, честно, не понимаю, что там происходит. В чем какие-то проблемы. О, опять эти. Надо было сохраниться. Я вот никогда не сохраняюсь, и это очень плохо. Это очень плохо. Так, давайте, скорость побольше. Эндрю, давай, мчи. Ну, их всего семь, в принципе. Я думаю, проблем у нас не будет. Подкачаются наши ребята тоже немного. Что тоже хорошо. Исайя у нас кто? Исайя никто. Я понял, ладно. Все, ждем. Почему опять у нас скорость? Что происходит? Я что-то не врубаюсь. Почему мы вот во время вот этих вот приключений не можем нормально ехать? Я не врубаюсь. В чем проблема? Вот, вообще, прям, понять не могу. Что мне мешает? Ой, блин, это я зря. Что-то пошел полечить. Непонятно зачем. Иди сюда. Ну, мы, по идее, тут должны отбиться. Без проблем особых будем. Они, конечно, так жестко тупят. Но это только нам на руку идет. Так, следующая партия. Троих мы уже угрохали. Давай, Уолтер, сюда. Наоми, давай сюда. Уолтер, давай, подойди-ка к этому. Все, все как-то не вовремя у нас произошло. Эти ребята высадились не вовремя. Давайте я еще гудану. Может, это... Так, это не наш умер. Окей. Это... А, это этот высадился. Хорошо. Давай тогда, дружок, ты подходи. Лупани его. Ты прикалываешься? Лупани его. Лу-па-ни. Как еще тебе объяснить? О, другое дело. Так. Все, всех уделали. Очень быстро, без проблем. Но... Но непонятно, почему мы не едем дальше. Почему поезд останавливается? Как будто бы не хватает, я не знаю, мощности или еще чего-то. Но, по идее, если бы этого не хватало, то поезд тупорельцам бы не ездил бы нормально, да? То есть тут никакого... Ну, я не понимаю. Подскажите мне, пожалуйста, ребята, что вообще тут происходит у нас сегодня? Давайте ловелапнем меня. Кунг-фу. Револьвер четвертого левела. Можно взять. Ловкость. Ловкость. Скорость перезарядки увеличится. Уклонение. Один процент уклонения у нас, да? А у нас нету таких... Ну, таких... Посмотреть, где характеристики там. Процент уклонения и все остальное. Жалко. Ну, будем брать тогда, наверное, первым делом навык револьвера. Дальше посмотрим. Так, шесть. Шесть. Ну, нож получше выходит, чем дубинка. Так, окей. В ютике. В ютике нам нужно было... Что? Ничего. Мы не взяли товар в ютику, потому что у нас не хватало места. Окей. Так. Давайте посмотрим в депо. Может быть, здесь будет... Зараза. Нету нашего вагончика. Есть пассажирский. Но пассажирский я брать смысла не вижу. Такой как-то это... Как-то это не весело. Совсем причем. Так. Ладно. В Баффало четыре дня и в Баффало четырнадцать дней. Смотрим, может быть, в Филадельфию. Нет, в Филадельфию мы пока не едем. В Портланд точно не едем. Джозеф, ты кто? Да, бумага. Джером Торговец. Все. Драгоцен... Вот это мы возьмем. Две... Блин, десять. Это мне надо все равно... Я, наверное, не успею все это провернуть. Потому что мне нужен новый вагон. И если я куплю вагон, то мне не хватит денег, чтобы купить драгоценности. Это мне там тоже где-то на десяток около восьмиста надо будет бабла. Ах, ладно. Тогда мы просто заглянем на рынок еще. Посмотрим. А, у нас места практически нет. Мех мы везем в Баффало. Ну и багаж один. Ладно. Не будем один слотик занимать ничем. Еще разок. Смотрим. Что у нас получается. Время прибытия. То есть я езжу достаточно быстро. Почему я не могу ехать во время погони? Не, это может баг какой-то. Я не знаю. Может быть, конечно. Нет, мы едем дальше. Не будем время тратить на этих ребят. И на этих тоже не будем тратить. Ребят, у нас, кстати, один слотик был, правда, в трюме. Ну ладно. Не принципиально. Шесть утра. Ждем до девяти. Сдаем мех. И будем надеяться, что, может быть, здесь есть тот самый вагон. Да. Наконец-то. А мы продаем теперь вот это несчастье. За 400. Да. И покупаем теперь... Ну, я не знаю. Это, наверное, не топовый грузовой вагон. Но все же. Беру-беру. Обязательно. На 14 слотов. Теперь можно возить... Во-первых, давайте посмотрим, как тут улучшение. А, ну, по одному. Четыре, короче, в итоге места добавятся у нас еще. Немного, конечно, но это... Это уже серьезненько. Так, серьезненько. Не то, что прям серьезно, но серьезненько. И это меня радует. Теперь надо посмотреть, что мы можем сделать полезного здесь. Где мы покупали? Эпидемия, аукцион в Кливленде. Отель. А, кстати, вот отель. Интересно, что нам бы производил отель? Просто бабки бы, наверное. Слушайте. Отель, наверное, было бы здорово. Давайте мы посмотрим, что 52 я могу за полторы тысячи продать... Ёлки-палки. За полторы тысячи уже могу продать свои лекарства, которые мы на производстве. То есть уже отбилась стоимость этого... Как она называется-то? Нашей аптеки. Вот. Где там у нас была эпидемия? Сейчас посмотрим. Может, там лекарства за сумасшедшие бабки у нас заберут. Где-то далеко. А, вот аж в Ричмонде эпидемия. Но нам как-то туда не совсем по пути. Мне кажется. Поэтому едем в Кливленд. И будем возить оттуда алмазы. Наверное, да? Че нам, собственно... Какие у нас есть? Че в Кливленд? В Сенциннате предлагают что-то отвезти. В Нью-Йорк какую-то мелочь непонятную. Зачем ее вообще возить? Вашингтон. Луизвилл. Такое. Еще раз луизвил. Ну, пока это нам все не интересно. Так. Хорошо. Здесь, опять же, лекарства производятся. Мои же лекарства. Ладно. Загружаем тогда лекарствами весь трюм. Пойдем продадим их где-нибудь по более выгодной цене. А то как-то грустно немного мне от этого. Из-за продажи лекарств по таким низким ценам. По 30-ти. Когда можно в 2 раза дороже их продать. В соседнем городе. Или в том же... Ну, кстати, в Ютику. Повезем их в Ютику, наверное. Мы там были как раз недавно совсем. 600. Да. Слушайте. Это вполне неплохо будет. Повезли в Ютику. Тут ехать как бы 2 дня. Нагруженные мы, да. Едем. Сейчас бандиты на нас начнут нападать. Нет, нет никого. Так. Ну-ка, держите. Ну, слушайте. Прибыль весьма годная. Весьма годная. Почем теперь лекарства по-прежнему за ту же цену идут. Весьма неплохо. Драгоценности в Питцбург доставить. В Питцбург, в Питцбург, в Питцбург. И сюда потом драгоценности. О. О. Берем. Сейчас я посмотрю. Вот. Сейчас драгоценности мы уже сможем. Да? Кливленд, Питцбург. Питцбург нам не по пути, я думаю. Поэтому не станем на него тратить время. А вот эти... Вот это задание цена 2000 мы возьмем. Там прибыли будет... Ну, полторы тысячи даже больше. Берем и... Поехали. Поехали. Сейчас дело пойдет у нас уже гораздо бодрее. Кстати, кто там... Может кто-то хочет с нами проехаться. Еще в Портленд. Никто не хочет. А может отсюда можно что-то прикупить? Нет, ничего здесь не продают интересного, полезного. Блин, может мы тогда реально отцепим? Мне ребята советуют некоторые отцепить к чертям этот пассажирский вагон. От него толку якобы нет. Только замедляет нас. Может действительно так сделать. Ну, потому что реально как бы, да, с пассажиров не такая большая денежка идет. Нам он только для квестов нужен там для всяких. Поэтому я даже как-то не знаю. Может все-таки... Да нет, пусть будет, наверное. Все-таки на всякий случай, на всякий случай пусть будет. В Вашингтон нам не по пути. Так, стоп. Я задание взял. Да, 10 драгоценностей в Ютику. Ну, поехали тогда в Баффало и посмотрим в Кливленде, почем мои эти лекарства будут стоить. В Кливленде они, по-моему, дешевле. Но все равно это получается достаточно неплохо. По деньгам. Лучше, чем тут продавать. В Кливленде они... Да. Ну, дороже в любом случае. Немного, но дороже. Мы все равно едем в Кливленд, поэтому... За драгоценностями. Поэтому поехали. Не буду ждать, пока там откроется мэрия. Мы и так уже бабки начали крутить-воротить. Вот, блин, я с ними скоро все деньги потрачу. С этими индейцами. Я надеюсь, они не будут меня беспокоить. На плюсе в отношениях. Так, продаем. Вот это вот все дело и покупаем... Ну, пока что, да, покупаем вот так. Тысячу мы тратим. Тысячу тратим. И все, в принципе, едем. Кстати, что тут у нас? А вот тут, кстати, отельчик был. 8 дней еще будет длиться аукцион. Давайте посмотрим. Я хочу отель получить. Мне интересно, что он будет делать. Мы еще как раз успеваем. Да, 6 как раз. Поехали в Баффало. А, нам, блин, нам в Ютику мы не успеваем. Да, мы никак не успеваем. Совсем. Все, мы не можем больше погрузиться. Мы не успеваем. Да, 6 дней. Профукали мы отель. Да, пожалуйста, пожалуйста. Ай, блин, я войти нажал. Эдвин, покажу, что у тебя есть. Я тебе продам. Немного барахла. Раз такое дело. Смотрите, какие у него винтовочки тут продаются. Сочные. Ёлы-палы. Кольт. Урон 4. Кольта урон 12. А, нет. Я пока... Нет у меня столько денег, чтобы покупать такие вещи. Все, поехали. Это прям... Дорого-дорого выходит. Все, ратуша. Пожалуйста, 10 ваших тонн драгоценностей. Отлично. Теперь у меня 3000 есть в запасе. И продаем еще тут остатки на 200 копеек. И это здорово. Здесь ничего не производят. Ну, хорошо. Я думаю, что на этом, на этой чудесной, в принципе, ноте мы можем закончить серию. Что там у нас еще? Один год и 5 месяцев. Денежка пошла. У нас грузовой вагон уже большой. Уже мы можем тоже те же наши произведенные медикаменты возить и по полторы тысячи заходку зарабатывать. Вот в соседние... В соседний городочек. И там еще, ну, короче, тысячи 3-6 мы можем заработать без проблем. И можно будет уже потихонечку апгрейдиться и покупать новые торговые... Не торговые, новые эти железнодорожные пути и ехать, двигаться куда-то дальше. Дальше вперед. Вперед по сюжетным миссиям по нашим. Но это все уже будет потом, попозже. Ну, а пока что всем спасибо за просмотр, Сайрус Скиннер. Блин, вот Скиннера надо попробовать будет в следующей серии хлопнуть. Наверное. Просто попробовать. Если у него опять там будет 14 человек, то это будет, конечно, жестко. Но посмотрим. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok